Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Альбика Ильясова и мои коллеги-корреспонденты программы в этом выпуске. С России в сердце. Первый международный русофильский собор состоялся в Болгарии. От Белого к Черному морю врата памяти. В Севастополе открылась выставка живописца Сергея Сюхина. Жизнь за Москву. В сентябре исполнилось 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в болгарском курортном поселке Паниците состоялся первый международный русофильский собор под девизом «С России в сердце». В мероприятии приняли участие более 5 тысяч жителей Болгарии, а также представители других стран, включая Австрию, Францию, Турцию, Чехию и Швейцарию. Результатом собора стало обращение русофилов к международной общественности. В нем говорится, что это движение выступает за защиту многополярности, традиционных ценностей и категорически не приемлет разделения мира. Русофилы также заверили, что данная площадка в перспективе служит местом встреч для спикеров, которые планируют провести мировой диалог, основанный на взаимном уважении и учете интересов каждого народа. Не просто быть русофилом, активным русофилом. Для этого нужно определенное гражданское мужество. И мы очень ценим эту поддержку, ценим вашу гражданскую позицию. И всегда с вами. Русия! 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 Организаторами Первого международного и Восемнадцатого национального русофильского собора выступило Международное движение русофилов, Национальное движение русофилы и власти местного города Колофера. На собор прибыли россияне, живущие в Болгарии и иностранцы из разных стран мира, многие из которых ранее учились и работали в России. Приветствие участникам форума отправили глава Российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и другие представители. Спасибо вам за то, что вы разделяете наше отношение к памяти предков, наше преклонение перед национальной историей Болгарии, России, Белоруссии, Словении, Сербии, всех других стран, других континентов, потому что только суверенные государства и суверенные народы могут сохранить будущее для человечества. Участников собора благословил митрополит Терновский Григорий, который перед началом мероприятия отслужил мессу перед памятником свободы. Благословение прислал и митрополит Пловдевский Николай. В программу собора также вошли встречи и выступления авторов из России и Болгарии. Любовь Курьянова специально для программы «Время русского мира». Выставка в столице Австрии, школа русского театра в Казахстане, проект для молодых лидеров Сирии. Представляем вашему вниманию дайджест актуальных событий за рубежом. Иностранные журналисты и блогеры посетили Москву по программе «Новое поколение». Ребята еще больше узнали о столице и ее культуре, посетили ведущие IT и медиаплатформы, встретились с экспертами, поучаствовали в мастер-классе по продвижению блога и посоревновались за звание лучшего контент-мейкера. Спустя 9 лет я приехала в Москву, новые впечатления, снова влюбилась в Москву, очень насыщенная программа у нас была. Молодые специалисты ведущих медиа Египта обменялись опытом с коллегами из RT-Араби. Участники изучали производство и продвижение видеоконтента для социальных сетей, работали над созданием извлекательных программ и практиковались написание и продвижение контента для сайта. Более 50 молодых актеров, режиссеров и критиков из разных стран приехали в Казахстан для обучения в школе русского театра в проекте Россотрудничества и ГИТИСа. Ежедневно участники посещали интенсивные занятия с лучшими театральными педагогами и знакомились с самыми интересными постановками от Малинского драмтеатра, одного из лучших театральных коллективов страны. Мне очень понравился этот фестиваль русского школа, я всем люблю. Десять дней мы учились, огромное спасибо всем педагогам, это было потрясающе, очень много крутых новых знаний, пытался успеть абсолютно везде. Проект к 160-летию со дня рождения одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского создал Бахрушинский театральный музей. Выставка открылась в столице Австрии благодаря поддержке русского дома в Вене. Экспозиция Станиславский в поисках синей птицы включает уникальные предметы из фондов музея. Посетить выставку можно до 14 октября. С 18 по 23 сентября сирийские студенты и представители молодежных организаций приняли участие в школе молодого лидера. Занятия прошли в Хомсе и Дамаске. По результатам национального конкурса участниками школы стали более 60 представителей молодого поколения. В рамках обучения студенты узнали о лучших практиках воспитания молодежных лидеров, улучшили проектные и управленческие навыки, а также научились разрабатывать и презентовать социально значимые проекты. Российские соотечественники из Китая впервые за 4 года собрались очно в Гуанчжоу на ежегодную конференцию. В событии также приняли участие дипломаты, предприниматели, преподаватели и общественные активисты из разных регионов страны. Татьяна Орлова специально для программы «Время русского мира». В этом месяце исполнилось 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской. Музей Победы посвятил первой женщине, герою Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, выставку под названием «Жизнь за Москву». Подробнее в следующем сюжете. Выставку к столетию Зои Космодемьянской открыли в Музее Победы. Во время московской битвы Зоя стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. Ее называли Жанной де Арк своего времени. Образ молодой хрупкой девушки, не сломавшейся под пытками и входящей на эшафот со словами, наполненными уверенностью в будущей победе, оказал мощнейшее воздействие на бойцов Красной Армии, придал им мужество в борьбе с захватчиком. В создании выставочного проекта приняли участие три музея. Музей Победы, музей Зои Космодемьянской и музей Московской школы номер 201, Ордена Трудового Красного Знамени имени героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. Впервые выставка была организована совместными усилиями специалистов и детей, активистов школьного музея. В нашем музее 201 школы хранятся личные вещи Зои и Шуры, их книги, тетрадки, классные журналы класса. Зою в классе очень любили за искренность и сильный характер. Училась она на отлично. По ее инициативе была создана комсомольская организация, где Зоя и ее друзья помогали учиться неграмотно взрослым, учили их писать и читать. Гости выставки узнают о судьбе юных героев, их довоенной жизни, учебе, увлечениях, увидят школьные фотографии 8-го А-класса 201-й школы, в котором учились Зоя и Александр Космодемьянские. На выставке также представлен будильник, на циферблате которого рукой матери было навечно установлено 9 часов – время расставания с дочерью перед ее уходом на фронт. Участники кружка художественного слова выступали с отрывками из произведений по всесоюзному радио. На школьных вечерах ставили спектакли с нарисованными школьными художниками декорациями, показывали только что вышедшие на советские экраны фильмы, кинооператорами работали сами ребята. С самого начала своих школьных лет Зои Шурова во всем этом активно принимали участие. Зоя была одной из самых деятельных участниц географического и литературного кружков. Саша любил рисовать, мечтал стать художником. Брат Зои Александр после ее гибели ушел добровольцем на фронт, стал танкистом и также получил звание Героя Советского Союза. На его танке была короткая надпись «За Зою». Наш музей находится в деревне Петрищево. Это непосредственно то место, где Зоя совершила свой подвиг и где она была казнена 29 ноября 1941 года. Ей было 18 лет. К столетию Зои Космодемьянской вместе с Музеем Победы мы сделали совместный проект. Мы привезли свою выставку, которая у нас была в прошлом году представлена. Это все о ней. Которую мы сделали по мотивам произведения мамы Зои «Повесть о Зое и Шуре». Это выставка, которая раскрывает 10 лет московской жизни Зои и Шуры. Этой выставкой мы попытались напомнить о том, что Зоя – это не просто памятник, это не просто статьи, книги и так далее. Это не просто герой, это живая девочка, которая жила обычной советской жизнью. Часть выставки посвящена подвигу женщин в Великой Отечественной войне, которые наравне с мужчинами сражались на передовой и в воздушных боях, трудились в палатах госпиталей и на заводах. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Накануне в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике Херсонес-Таврически открылась выставка заслуженного художника России Сергея Сюхина. Какие задачи ставил перед собой автор и почему его творчество так полюбилось севастопольцем, расскажет моя коллега Анастасия Голдабина. «От белого к черному морю, врата памяти» – так называется выставка архангельского живописца Сергея Сюхина в рамках 14-го славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». Задача выставки – познакомить жителей Юга России с изобразительным искусством и традициями русского севера, перекинуть духовный мост от первого порта нашего Отечества, Архангельска, до форпоста на юге родины Севастополя. Вот эти врата, допустим, деревянные, я их собираю, жалко до слез, когда все эти вещи народного быта уходят из употребления, а молодежь забывает, она и не знает, для чего они были. Поэтому, когда они на выставке появляются, то молодые ребята, молодые поколения начинают интересоваться историей и углубляться в духовную связь русского севера. В экспозиции представлено более 20 работ. Станковая графика, иллюстрации к произведениям северных писателей, а также портреты людей далекого севера, которые тут же становятся близкими сердцу посетителей византийского зала музея-заповедника Херсонес-Таврический. Ведь это лица простых и настоящих поморов, открытых, мужественных и непобедимых. Деды у меня были кузнецами. Это считалось в те времена ремеслом, а мы-то называем это прикладное искусство. То есть у меня в семье давным-давно уже настрой на творчество. Вот они ковали такие вещи. Сохи, братыни, металл. И когда это с родной бабусей, это все живет в веках. Или мастер, допустим, Федор Кузнецов по прозвищу Горошина мастер росписи знаменитых русских северных прялок. Но он и расписывал и дома, и двери. И вот его аудентичная роспись. Творчество Сергея Сюхина показывает, насколько близки черноморцам образы далекого Белого моря. А самобытные, колоритные, жанровые полотна из жизни русского севера являются вратами памяти, той самой соединительной сакральной нитью между прошлым и будущим. Сергей Сюхин не только замечательный живописец, но и талантливый скульптор, чьи монументальные произведения украшают родной Архангельск и другие города России и зарубежья. Однако с каждым годом художник все больше времени проводит в родной деревне. Считает, что смысл всей человеческой жизни в спасении души. Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Берегите себя, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok